На реках Тюменской области откроют 8 ледовых переправ. Одна из самых крупных в Уватском районе. Ее возведение уже началось. И местные ждут ледяной мост с нетерпением. Ведь населенный пункт поделен рекой на две части. Старый Уват и новый. В течение дня людям необходимо перебираться туда и обратно через Иртыш. Моя коллега Марина Климович прошлась по льду. В этом ноябре Иртыш наворотил лунные пейзажи. Такой ломаный ледяной рельеф бывает не каждый год. Чтобы добраться с одного берега на другой уходит минут 20. И хотели бы местные пожаловаться властям на реку. Но ее все равно к ответственности не привлечешь. Период ледостава нужно просто пережить. Ходить здесь разрешают, когда толщина достигает 7 сантиметров. Как вы видите, смертоубийство. Сказать, что легко, невозможно. Сегодня еще, когда я переходила туда, женщина шла с этой штукой. Вот, которая вместо костылей. Я просто не представляю, как долго она переходила и как ей это удалось. Это ужас просто. Как это удается, мы попробовали на себе. Временами лед хрустит. Когда идешь в первый раз, особенно неприятно. Сегодня для съемок нам нужно пройти реку туда и обратно. 750 метров туда, 750 метров обратно. Дается это с большим трудом, потому что страшно психологически, тяжело физически. В ноябре все в Увадском районе с особым вниманием следят за прогнозом и ждут крепкий минус. Если бы сразу ударило 25 ниже нуля, лед бы встал идеально ровный. Но этой осенью температура слишком долго не могла устояться. Поэтому, когда ледообразование пошло, не мог он встать замерзнуть. Он то намерзал, то таял, то намерзал, то таял. Вот и встал так вот неровно. То есть, где-то лед встал, а сверху снежный лед его придавил и попереломал. Теперь ледовые торосы ломают вручную. Более 30 работников дорожных служб вышли на Иртыш, чтобы причесать его и начать намораживать дорогу. Чтобы ровнее речка была, шараха долбим. Чтобы лучше основание было. Прошлый год поменьше шарахов было. В этом году больше. Потому что погода не соизволила нам помочь. Хорошо. Залить поверх нужно 5 тонн воды. Это будет 30 сантиметров льда, чтобы смогли передвигаться машины весом в 25 тонн. Переправа будет состоять из двух полос шириной 30 метров, удаленных друг от друга. Год назад официальную ледовую дорогу открывали 17 ноября. В этот раз проезд разрешат только в декабре. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.